продолжаем решение задач на интерференцию света задача номер 24 50 номер 1450 по глотковой номер 1450 глоткова определить светлое или темное кольцо ньютона в отраженном свете будет иметь радиус 5,3 миллиметра если оно получилось при освещении линзы с радиусом кривизны 18 метров светом с длиной волны 450 нанометров падающим параллельно главной оптической оси линзы еще один вопрос каков радиус этого же кольца если в зазоре между линза и пластинкой на которой лежит линза будет находиться этиловый спирт и так определить светлое или темное кольцо ньютона в отраженном свете будет иметь радиус 5,3 миллиметра р равняется 5,3 миллиметра при освещении линзы с радиусом кривизны 18 метров р большой 18 метров если оно освещено светом с длиной волны 450 нанометров 450 нанометров 450 нанометров параллельно главной оптической оси линзы каков радиус этого же кольца если в зазоре между линза и пластинкой на которой лежит линза будет находиться спирт ну наверное нам понадобится показатель преломления этилового спирта он равен 1,36 н равняется 1,36 так что надо найти мы сейчас запишем но сначала сделаем рисунок и так идет наблюдение колец ньютона на плоскую стеклянную пластинку положили линзу с большим радиусом кривизны она соприкасается в центре со стеклянной пластинкой ее освещают параллельным пучком света сверху и наблюдает отраженный свет отражение происходит на воздушным слое тонком между линзой и стеклом свет отражается сразу от нижней сферической поверхности линзы либо отражается пройдя к стеклу отразившись от стекла и пройдя еще раз сквозь поверхность линзы вот здесь у нас интерферируют вот эти лучи радиус кольца сказан какой сказано какой r нас просят ответить на вопрос светлое или темное кольцо ньютона в отраженном свете будет иметь заданный радиус мы с вами вчера вывели формулу для радиусов темных колец в отраженном свете для темных колец в отраженном свете мы получили вот такую формулу радиус равняется корню квадратному из р м лямбда лямбда где м равняется 0 1 2 и так далее ноль это центральное темное пятно единица первое темное кольцо 2 второе темное кольцо если нас просят выяснить будет ли кольцо темным или светлым мы можем рассуждать так если м целое получится когда мы сюда подставим r r большое и лямбда то это будет означать что кольцо темное а если м полу целое полу целое это будет означать что выполняется условие не минимума а максимума светлое кольцо вот так стало быть задачу решить очень легко если отсюда выразить м возводим в квадрат r квадрат равняется r большое м лямбда откуда м равняется дробь r квадрат на r большое лямбда вот первая рабочая формула значит первое что мы хотим здесь найти пишем в кратком условии м в зависимости от того целое оно или полу целое можно говорить о том что кольцо будет светлое или темное далее еще один вопрос который задают каков радиус этого же кольца если в зазоре между линзой и пластинкой на которой лежит линза будет находиться этиловый спирт то есть мы сюда пипеточкой вводим этиловый спирт и он вот здесь теперь вместо воздуха вместо воздуха как вы думаете вот эта формула будет работать можно ли воспользоваться этой формулой если нет то как нужно изменить эту формулу для того чтобы ей можно было пользоваться что такое лямбда длина волны света где там где происходит накопление разности хода то есть в воздухе если же здесь не воздух а какая-то другая среда то здесь должна быть длина волны в этой среде давайте обозначим длину волны в среде лямбда штрих в спирте как она связана с длиной волны в воздухе она больше или меньше мы уже рассматривали этот вопрос показатель преломления показывает во сколько раз скорость света меньше в среде чем в вакууме если меньше скорость света а давайте вспомним что когда-то у нас было такое определение длина волны это величина равная расстоянию проходимая волной за время в один период колебаний значит если скорость света меньше в спирте значит и за один период волна пройдет меньшее расстояние то есть длина волны будет меньше в n раз лямбда деленное на n поэтому эта формула по-прежнему работает но только здесь должна стоять длина волны в среде где распространяется свет то есть мы можем написать r штрих равняется корень квадратный из r m лямбда штрих и вот надо найти радиус того же кольца r штрих что значит того же с тем же порядком интерференции то есть здесь и здесь m одинаковое одно и то же поэтому мы можем поделить одно на другое r штрих например на r подчленно и получим r штрих деленное на r равняется что у нас произойдет r большое и m поскольку оно одинаковое сократятся останется лямбда штрих в числителе делить на лямбда в знаменателе и все это под корнем лямбда штрих делить на лямбда ну а лямбда штрих делить на лямбда это единица на n и тогда мы можем записать r штрих делить на r равняется единица на корень из n откуда r штрих равняется r разделить на корень из n. r разделить на корень из n. Готово. Вычисляем. Так, это я сотру. m равняется дробь r квадрат 5,3 мм. Давайте запишем как 5,3 в квадрате, а миллиметры выразим через метры. Это 10 минус третий метра, ну а в квадрате это 10 в минус шестой метра квадратного. Дальше делим на радиус 18 метров и делим на длину волны. λ 450 нанометров. Давайте выразим в микрометрах. Почему так удобно? Потому что здесь 10 минус шестой. Значит, это будет 0,45. Микрометров 10 в минус шестой метров. И вот у нас метры с метрами и метры квадратные в числителе сократятся. 10 минус шестой сократится и останется 5,3 в квадрате делить на 18 и на 0,45. Безразмерная величина. Приблизительно равняется. Сейчас посмотрим, сколько. 5,3 возводим в квадрат, делим на 18, делим на 0,45. Получается 3,47. Приблизительно 3,5. Полуцелое значение. Следовательно, кольцо будет светлым. Светлое кольцо ньютона. Радиус этого светлого кольца, если мы зальем спирт, R' равняется 5,3 мм. Разделить на корень квадратный из показателя преломления спирта 1,36. Это приблизительно будет 5,3 делить на корень из 1,36 равно 4,5. Ну тут 4,54, но поскольку здесь нам дано две значащих цифры, то я и в ответе привожу две значащих цифры. Приблизительно 4,5. Чего? Миллиметра. Готово. Следующая задача. Возьмем такую уже практическую задачу из Иродова. Не с какими-то там абстрактными когерентными источниками, а на реальную систему. Задача номер 4,53. Расстояние от бипризмы френеля до узкой щели и экрана равны соответственно 25 см и 100 см. Расстояние от бипризмы френеля до узкой щели и экрана равны соответственно а 25 см и б 100 см. Бипризма стеклянная. Материал указан. У стекла показатель преломления в этом задачнике 1,5. Н 1,5. Дальше. Бипризма стеклянная с преломляющим углом θ 20 минут. θ 20 угловых минут. Найти длину волны света, если ширина интерференционных полос на экране 0,55 мм. Ширину интерференционных полос мы обозначаем буквой Δ. 0,55 мм. Найти длину волны. Итак, мы имеем дело с бипризмой френеля. Давайте нарисуем эту систему. Вот бипризма. Преломляющий угол это вот этот угол. θ. θ. на расстоянии B равном 100 сантиметров от бипризмы располагается экран. На расстоянии A от бипризмы располагается узкая щель, источник света. давайте посмотрим, как будет распространяться свет через верхнюю и нижнюю половинку этой бипризмы. Удобнее всего рассмотреть луч, который идет вот почти вплотную к вот этому углу. Через верхнюю половинку отдельно и через нижнюю половинку отдельно. Рисуем луч, идущий от источника через верхнюю половинку. Он отклоняется призмой от преломляющего угла вниз и попадает сюда. Если вот отсюда посмотреть, нам будет казаться, что свет пришел отсюда. Тут находится мнимое изображение вот этого источника С1. Теперь пускаем свет через нижнюю половинку бипризмы вплотную к вот этому углу. Свет отклоняется от преломляющего угла, который теперь у нас внизу. И если отсюда посмотреть, нам будет казаться, что свет пришел отсюда. Здесь находится второе мнимое изображение источника. вот оно. Обозначим его С2. Смотрите, нам дана ширина интерференционной полосы. Надо найти длину волны. Для того, чтобы их связать, эти величины, нам нужно расстояние между этими источниками. Обозначим его буквой Д традиционно. и запишем формулу для ширины интерференционной полосы, которую мы помним. Дельта равняется λ L делить на D. Что такое дельта? Это ширина интерференционных полос, которые вот здесь наблюдаются на экране. вот это расстояние дельта. Что такое L и что такое D, нам сейчас с вами предстоит выяснить. L в той формуле это расстояние от источника до экрана, от источников конгерентных до экрана. Нетрудно видеть, глядя на этот рисунок, что L это А плюс Б. Вот оно L L равняется А плюс Б. Тут никаких проблем. А вот как найти D? Происходит преломление в призме. И вот давайте подробнее рассмотрим процесс преломления, например, через верхнюю половинку призмы. Луч падает на первую грань призмы нормально. Нарисуем. Вот первая грань призмы. Луч падает нормально. Проходит через первую грань, а дальше попадает на вторую грань. Вот этот угол нам известен. Это преломляющий угол, который обозначен в задаче буквой θ. лето. Давайте посмотрим, что будет с этим лучом дальше. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести нормаль, перпендикуляр, граница раздела двух сред. Луч здесь из стекла выходит в воздух. Значит, он из более плотной среды выходит в менее плотную. Поэтому он отклоняется от перпендикуляра. угол преломления больше угла падения. Угол падения, посмотрите, это и это взаимно перпендикулярные стороны. Это и это тоже взаимно перпендикулярные стороны. Значит, угол падения у нас это просто наше θ. θ угол падения. А угол преломления обозначим буквой β. И воспользуемся законом Снеллиуса. синус угла падения синус θ делить на синус угла преломления синус β равняется относительному показателю преломления второй среды по отношению к первой. Вторая среда воздух, ее показатель преломления единица. Первая среда стекло, ее показатель преломления n. Отсюда мы можем найти β. Синус β равняется Н синус тета. Нашли. А теперь посмотрите, какие тут углы. Минуты угловые, крошечные углы. Поэтому синус можно без проблем заменить на сам угол, выраженный в радианах. Так как бета и тета малы, следовательно, бета равняется n, умноженное на тета. Вот такое простое соотношение. А теперь зачем нам это все нужно? Давайте посмотрим, для чего. Посмотрите, если мы сейчас найдем вот этот угол, я его обозначу тремя дужками, это будет наш угол, он здесь тоже есть, гамма. То, зная расстояние а и зная вот этот угол гамма, мы найдем половинку d. Значит, нужно сосредоточить усилие на том, чтобы найти угол гамма. Где он у нас здесь? Угол гамма это угол отклонения луча. Угол, на который луч повернулся. Раньше он шел так, теперь он идет так. Значит, он повернулся на вот этот угол. Вот этот угол гамма. А теперь посмотрите. Вот этот угол тета. Значит, мы видим, что гамма равен бета минус тета. Гамма равняется бета минус тета. А тета мы уже с вами знаем по условию. Бета нашли, то есть равняется. Вместо бета я ставлю n тета минус тета. Выношу за скобки и получаю гамма равняется тета. Есть в условии. На n минус 1 тоже есть в условии. А дальше мы знаем угол гамма. Значит, мы можем теперь найти и d. Это уже можно стереть. Смотрите. Смотрите. Гамма или d равняется 2а. А гамма берем отсюда. Тета умножить на n минус 1. Итак, вот d, вот l. Их мы нашли, чтобы воспользоваться ими вот в этой формуле. Подставляем. Что у нас получится? Ширина полосы равняется дробь в числителе лямбда умножить на l, то есть на a плюс b в знаменателе d, то есть вот это 2а малая тета на n минус 1. Эта формула связывает величины, которые здесь фигурируют. Выразим из нее лямбда. Длина волны равняется 2а тета n минус 1. 2а тета n минус 1 пошло в числитель. Умножаем еще на дельта. Лямбда остается в числителе. А плюс b попадает в знаменатель. Вот наша рабочая формула. Остается посчитать. Вычисляем. Лямбда равняется. 2. Дальше. Давайте в сантиметрах выразим а и b. Не будем трогать. 25 сантиметров. Тета. Здесь нужно аккуратно. 20 угловых минут. 20. Это минуты, а нужны радианы. Переводим сначала в градусы. Для этого что делаем? Делим на 60. 20 на 60. Это угол в градусах. Теперь, чтобы перевести в радианы, нам надо умножить на π, разделить на 180. Умножить на 3,14 и разделить на 180. Вот это я угол подставил уже в радианах. n минус 1. n полтора минус 1 это 0,5. И еще умножить на дельта. Дельта 0,55 миллиметров. Напишем 0,55 на 10 в минус… Подождите, мы хотим получить длину волны, наверное, в каких-то маленьких единицах. Так давайте наоборот. 0,55 миллиметра. Сколько это микрометров? 550 микрометров. Значит, вместо 0,55 миллиметров я пишу 550 микрометров. Тогда я длину волны получу в микрометрах. А плюс Б – 125 сантиметров. 125 сантиметров. Сантиметры и сантиметры сократятся, ответ будет в микрометрах. Сколько? Давайте смотреть. Вот здесь у нас есть 2 и 0,5. Они сокращаются. Дальше. 25 на 20 – это будет 500. Правильно? Правильно. 500 разделить на 125 – это будет сколько? 500 на 125. По-моему, нацело не делится. Ладно, оставим как есть пока. 500, 125. Давайте вот эти 2 нолика и здесь 2 нолика сократим. Равняется, равняется. Итак, тут у нас 5 на 3 и 14 на 550. 550 в знаменателе 6 на 18 на 125. Ну, можно тут еще на 5 сократить. Смотрите, вот 5 и 125. Если сократить на 5, будет здесь что? 25. 25. Кстати, 550 – это будет что? Это будет 50 умножить на 11. А 50 делить на 25 – это будет 2. Значит, если я 550 разделю на 25, я получу 22. Могу ошибиться по дороге? Ну, ладно. Сейчас мы себя проверим. Мы же знаем, какая должна получиться длина волны. Итак, что у нас в числителе? 3 и 14 умножить на 22. 3 и 14 умножить на 22. А в знаменателе 6 умножить на 18. Делить на 6, делить на 18. Получилось 0,64. 0 чего? Микрометра. 0,64 микрометра. Правдоподобно? Конечно, да. Это красный свет или желтый. Вот так. Задача решена. И в заключении давайте посмотрим фильм об интерференции света. Хочу сразу предупредить этот фильм для университетов. Поэтому вы встретитесь с некоторыми понятиями, о которых я не говорил. Таких как длина когерентности, время когерентности. Будет рассмотрено падение на тонкие пленки под косым углом, а не только под... Не только нормальное падение. Но все равно посмотрим, это полезно. Субтитры сделал DimaTorzok. Так. 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 А теперь... Так. 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 В наблюдаемых нами разнообразных волновых явлениях много общего. Так, интерференционная картина, возникшая при сложении поверхностных волн на воде, объясняется теми же законами, что и образование стоячих волн в колеблющейся пластине. Мы рассмотрим интерференцию световых волн, ее проявление в природе и применение в разнообразных областях техники. Привычно видеть, что освещенность поверхности от двух одинаковых световых пучков удваивается. Таков закон сложения освещенности от независимых источников света. Свет, испускаемый тепловыми источниками, состоит из множества волн, излучаемых независимо друг от друга. В любой момент времени, в любой точке пространства, напряженность электрического поля световой волны определяется значением ее амплитуды и фазы. Плоскости поляризации и фазы колебаний отдельных волн распределены хаотично. В этом случае интерференционное слагаемое отсутствует. Поэтому освещенность поверхности в месте пересечения пучков равна сумме освещенностей от отдельных источников. А если излучение одинаково поляризовано и фазы колебаний согласованы? Тогда световая энергия перераспределяется в пространстве и возникает интерференция. Рассмотрим интерференционную картину от двух источников, которые излучают монохроматические волны с равной амплитудой и разностью фаз, равной нулю. Если пути, проходимые лучами, до какой-либо точки пространства равны, лучи придут туда с одинаковыми фазами и усилят друг друга. При разности путей в половину длины волны волны придут в противофазе и погасят друг друга. Каждый раз, когда разность путей составляет четное число полуволн, волны усиливают друг друга, а когда нечетное, гасят. Такая интерференционная картина будет на экране, если разность фаз колебаний двух источников равна нулю. А если разность фаз не равна нулю, но по-прежнему постоянно, тогда возникает такая же интерференционная картина, однако максимумы освещенности смещаются. Источники, создающие такие волны, называются когерентными. Освещенность в данной точке экрана определяется расстоянием между источниками от источников до экрана и расстоянием от точки до оси симметрии. Так как эти параметры входят в интерференционный член. Например, с увеличением расстояния до экрана увеличивается и расстояние между интерференционными максимумами. Источником света, в котором когерентность сохраняется на большом расстоянии, является лазер. В лазерном пучке велика и пространственная когерентность. То есть на большой площади сечения пучка сохраняется постоянство разности фаз. Но интерференционную картину можно получить и от тепловых источников света, хотя для них длина когерентности весьма мала. Длину когерентности определяет расстояние, на которое волна распространяется за время, пока ее амплитуда и фаза остаются постоянными. Длина когерентности L связана со временем когерентности волны Тау. Для получения интерференционной картины от теплового источника света волну можно разделить на две. Например, с помощью отражения от двух поверхностей тонкой прозрачной пластинки. Так возникают две или более когерентных системы волн, которые интерферируют. Важно лишь, чтобы оптическая разность хода интерферирующих лучей, определяемая отрезками А, Б и коэффициентом преломления Н была меньше длины когерентности L. У тепловых источников мала не только длина когерентности, но и пространственная когерентность по сечению пучка. Поэтому для получения четкой картины необходим источник малых размеров. При увеличении размеров источника интерференционная картина исчезает. В начале XIX века в опытах Юнга роль когерентных источников выполняли две узкие щели, освещаемые одним источником. Волны света, испускаемые этими щелями, возникли от одной волны, поэтому они когерентны и могут интерферировать. Воспроизведем опыт Юнга. Свет от ярко освещенной щели падает на две узкие, расстояние между которыми несколько десятых миллиметра. В монохроматическом свете интерференционная картина состоит из чередующихся ярких и темных полос. Изменяем длину волны света с помощью светофильтров. Чем короче длина волны, тем меньше расстояние между интерференционными полосами. В белом свете интерференционная картина обнаруживает весь спектр излучения. Иначе решил проблему создания когерентных источников Френель. В его опытах вместо щелей была использована бипризма. В бипризме Френеля свет от одного источника преломляется. После преломления образуются два расходящихся пучка света. Их можно рассматривать как бы исходящими от двух мнимых когерентных источников. Эти пучки света и образуют интерференционную картину. В цветах тонких пленок проявляется волновая природа света. Причудливая игра красок в жидкой пленке скипидара на поверхности воды результат интерференции световых волн. Яркая окраска, чистые тона и удивительные переливы немеркнущих цветов у некоторых видов южных бабочек возникли благодаря интерференции света в тонких чешуйках-пластинках, которыми покрыты крылья. Как же возникают цвета тонких пленок при освещении белым светом? Световая волна, падая на пластинку, частично отражается, теряя полволны и частично преломляется. преломленный луч отражаясь от нижней поверхности интерферирует с лучом отраженным от верхней поверхности. Если эти лучи окажутся в противофазе, они погасят друг друга и в отраженном свете не будет цвета с такой длиной волны. Увеличим угол падения луча. В этом случае увеличится и оптическая разность хода интерферирующих лучей. Они могут оказаться в фазе и усилить друг друга. Яркость чешуйки в этом цвете возрастает. Перед нами пластины, покрытые тонкими пленками. При освещении их белым светом максимум в отражении наблюдается только для очень узкого диапазона волн. Чем толще пленка, тем для большей длины волны возникает интерференционное усиление при отражении. При увеличении толщины пленки от 800 до 3100 ангстрем это явление периодически повторяется. Яркие цвета некоторых значков и сувениров возникают благодаря интерференции света в тонких пленках. Интерференцию света можно наблюдать не только в тонких пленках, но и в зазорах малой толщины. Такой зазор образуется например между поверхностью линзы и плоской пластины. Отражаясь от поверхностей этого клина волны интерферируют. Разность хода лучей меняется с толщиной клина. И в отраженном свете появляются темные и светлые кольца. В отраженном свете в центре наблюдается темное пятно. В проходящем свете возникает картина дополнительная к картине в отраженном со светлым пятном в центре. При совмещении интерференционных картин экран оказывается освещенным почти равномерно. С помощью интерференции света в настоящее время проводятся точнейшие измерения в научных лабораториях и промышленности. Для этих измерений используются интерферометры. В интерферометре Майкельсона пучок света разделяется на два когерентных луча полупрозрачным зеркалом. Затем лучи отражаются от плоских зеркал и тем же полупрозрачным зеркалом совмещаются и проецируются на экран. Если зеркала перпендикулярны, мы наблюдаем полосы равного наклона. При перемещении одного из зеркал возникает дополнительная разность хода, за счет которой появляются новые полосы кольца. С помощью интерферометра удалось установить новый эталон метра. Для точных измерений условились использовать длину волны оранжевой линии изотопа криптона 86. При смещении зеркала на длину эталона метра разность хода лучей изменяется на определенное число длин волн. Это новый эталон метра. В интерферометре Фабри-Перро используется интерференция лучей от двух плоскопараллельных пластин. При слабом отражении от поверхности образуется интерференционная картина с широкими максимумами и минимумами, подобно картине от двух когерентных пучков. Если увеличить отражательную способность пластин, то в создании интерференционной картины примут участие много когерентных пучков. Максимумы станут более узкими, а минимумы более широкими. в проходящем свете наблюдаются узкие и четкие максимумы. В отраженном свете узкими и четкими оказываются минимумы. в лазерах эталон Фабри Перо используется как резонатор высокой добротности. Он состоит из двух пластин, расположенных на торцах лазера и обеспечивает когерентное излучение. Используя интерференцию можно существенно уменьшить потери света в оптических системах. Эти потери возникают из-за отражений от поверхности линз. Интенсивность света прошедшего через сложные оптические системы заметно уменьшается. Для уменьшения потерь света при отражении на поверхности линз наносят пленку такой толщины, чтобы возникли условия минимума в отраженном свете. В результате интерференции интенсивность проходящего света увеличивается. Такое просветление оптики широко используется в разнообразных оптических системах. Условия минимума в отражении нельзя выполнить для широкого диапазона длин волн, поэтому объективы кажутся голубовато-лиловыми. При изготовлении больших линз и зеркал необходимо непрерывно следить за качеством поверхности. По характеру линий равной толщины в интерферометре можно судить о степени совершенства поверхности зеркала. Это очень важно для точных астрономических наблюдений с помощью телескопов. Интерференция широко используется для определения толщины тонких слоев металлов и диэлектриков. Эта интерференционная картина выявила существование борозд на поверхности пластины. Интерференционный микроскоп используется для исследования структуры минералов. развитие современной оптической промышленности немыслимо без использования интерференционных явлений. Продолжение следует...